привет друзья с вами канал hi english и сегодня у нас будет 13 видео и в этом видео мы будем сравнивать два времени мы будем сравнивать past simple прошедшее простое время и past continuous прошедшее продолжительное время для тех кто впервые на канале скажу вам что мы работаем с учебником elementary уровень до elementary language practice и автор майкл байнс english grammar and vocabulary третье издание и так наша тема past continuous and past simple то есть мы будем сравнивать такие предложения как I was watching TV and when Paul found то есть здесь мы видим что все в пределах одного предложения я смотрел телек I was watching TV когда позвонил пол то есть происходило какое-то действие когда что-то случилось первая часть предложения это past continuous более длительное время более длительное действие извиняюсь и when Paul found когда позвонил пол короткое действие итак смотрим что здесь нам говорят говорят нам что вы often contrast противопоставляем a continuous situation продолжительное действие I was watching TV продолжительное действие продолжается I was watching 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 смотрел 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 не посмотрел потому что посмотрел это прошедшее время законченное действие а здесь действие протекало в прошедшем времени I was watching TV with a sudden sudden означает мгновенный event мгновенное какое-то действие sudden event Paul found я смотрел телек когда зазвонил телефон я ба-бах позвонил пол вот и здесь у нас два примера смотрим примеры I was watching TV with a sudden I was watching TV when Paul found то есть что мы здесь имеем как я вам уже рассказал у меня есть прошедшие действие I was watching and watching TV смотрел и смотрел телевизор когда зазвонил телефон зазвонил телефон это краткое действие краткое действие short action short action а я смотрел телевизор это долго длительное действие longer action so continuous situation продолжительное действие и sudden event sudden event I was watching TV when Paul found еще некоторое предложение смотрим I started я начал I started watching TV at seven o'clock то есть здесь я начал мое действие а пол позвонил 8 часов то есть мое действие просмотре просмотра телевизора оно протекало до того момента как позвонил пол позвонил с пол это мгновенная ситуация позвонил и все а вот я смотрел телевизор у меня здесь ситуация длительная какое-то действие происходило в конкретный момент почему конкретный момент потому что где конкретный момент точнее конкретный момент здесь Paul позвонил. I was watching TV when Paul phoned. Я могу сказать по-другому. Могу сказать while, в то время как. While I was watching TV, Paul phoned. Смотрите, здесь есть такие два важные слова. Это while означает в то время как. While в то время как. И есть слово when. When это когда. Так вот, после while всегда употребляется past continuous. Past continuous. Всегда после while будет продолжительное действие. После when может быть past simple и может быть past continuous. While I was watching TV. В то время как я и продолжительное действие. Запомните, после while всегда будет past continuous. После when возможны варианты. Так, следующий пример. While I was waiting for the bus, I saw the accident. В то время как я ожидал автобус. I saw the accident. Я увидел аварию. Да? То есть продолжительное действие. Я ждал, 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 ждал автобус. И тут случилась авария. Авария случилась. Это короткое действие. А мое ожидание это длительное действие. То есть длительное действие будет past continuous. I was waiting. Да, не забываем форму. Это was were. Перед глаголом. Глагол добавляется ing. While I was waiting for the bus. В то время как я ожидал автобус. I saw the accident. То есть что мы здесь видим. I started waiting for the bus at 10 o'clock. Я начал ожидать автобус в 10 часов. Я ожидал, ожидал продолжительное действие. И я увидел. I saw the accident at 10.30. Часто говорят, что past simple, прошедшее действие в past simple, оно finished action. Законченное действие. Я увидел, и все. Действие остановилось. Я больше не смотрю. Я увидел аварию. Все. Действие оконченное. Но I was waiting. Я ожидал. Это действие не оконченное. Unfinished action. Действие, которое разворачивается в процессе. Дальше. I saw the accident when I was waiting for the bus. I saw the accident when I was waiting for the bus. То есть мы можем это предложение чуть-чуть переделать. Я увидел аварию, когда я ожидал автобус. When. Здесь я использую when после чего. Точнее, не после чего, а перед present continuous. То есть я употребляю when с present continuous. Я могу употреблять when с present continuous. Но while я буду всегда употреблять только с present continuous. When я могу употреблять с present simple. Как здесь, в третьем предложении. I was waiting for the bus. Я ожидал на автобус. When I saw the accident. When I saw the accident. Когда я увидел аварию. When I saw the accident. I was waiting for the bus. Давайте еще раз. Детальнее разберем. Смотрите, есть два слова. Это слово when. When. When означает когда. Когда. И есть слово while. While означает в то время как. Так вот. Когда у вас будет слово while, вы всегда будете употреблять после while или с while past continuous. Например. I saw the accident. I saw the accident while I was waiting for the bus. I was waiting for the bus. Здесь when. Это не while. While I was waiting. Когда у вас будет when, вы будете употреблять всегда. Не всегда. Не всегда, а или же past continuous. Или же вы можете употреблять past simple. Здесь мы имеем past continuous. When I was waiting for the bus. Здесь в этом предложении мы имеем past simple. When I saw the accident. I was waiting for the bus. When I saw the accident. Когда мы начинаем передвижение с when, мы запятую здесь ставим. When I saw the accident. Опять же таки у нас past simple. Простое. Прошедшее время с when. I was waiting for the bus. So. И логика этой басни такова, что we use often, we often use, often, часто, не всегда, кстати. While was past continuous to mean during the time that something was happening. В то время как что-то происходило. То есть само слово while означает в то время как. Итак. Вопросы. Как образуются вопросы? Смотрите. В вопросах здесь немножко другая история. Потому что когда у вас будет when, вы спрашиваете when, когда, у вас всегда после when будет past simple. У вопросах. Например. When did you see the accident? Когда вы увидели аварию? When did you see the accident? When did you see the accident? После when всегда будет past simple. Дальше мы смотрим по контексту. Например. What were you doing when I found? Что вы делали? В какое время? Конкретное время – это почти обязательная часть past continuous. То есть конкретика времени здесь передается past simple. Простым временем. What were you doing? Что вы делали? Когда? В тот момент, когда я позвонил. What were you doing when I found? What were you doing when I found? То есть я спрашиваю о длительности действия. What were you doing when I found? То есть, например, вы не брали трубку, я спрашиваю, что вы делали, когда я звонил. What were you doing when I found? Когда я позвонил, точнее. Позвонил. Единись. Быстрое действие. Short action. Короткое действие и законченное действие. I saw the accident while I was waiting for the bus. Здесь у нас есть while, поэтому мы употребляем после while past continuous. I saw the accident while I was waiting for the bus. When did you see the accident? Точнее, здесь, смотрите, грубкий вопрос. Это один вопрос и ответ. Давайте так сделаем. Я поменяю цвет. И у нас получается, это один вопрос и ответ. А вот, давайте выберем этот цвет. Это второй вопрос и ответ. What were you doing when I found? Что вы делали, когда я вам звонил? I was watching TV when you found. Я смотрел телик, когда вы звонили. When did you see the accident? Когда вы увидели аварию. I saw the accident while I was waiting for the bus. Здесь вы можете сказать или I saw the accident when I was waiting for the bus. Или while I was waiting for the bus. Но помните, после while почти всегда потребляется past continuous. Итак, настало время сделать несколько упражнений. Первое упражнение. Underline the correct verb from form in each sentence. While I was doing my homework, I had a good idea. В то время, как я делал моё домашнее задание, мне пришла хорошая мысль. While I was doing my homework, I had a good idea. Сейчас вы можете приостановить видео, сделать скриншот. Сами сделать упражнение и потом проверить вместе со мной. Дальше. Второе предложение. Jim was breaking или broke his leg when he was playing golf. Смотрим. Здесь у нас when. И после when, как мы знаем уже, мы можем употреблять как past continuous, так и past simple. Здесь мы употребляем past continuous, потому что мы говорим о продолжительном действии. Jim поломал ногу. Когда поломал? В процессе игры в гольф. То есть тогда, когда он играл в гольф. Jim shot action broke his leg when he was playing golf. Третье предложение. When I arrived. When I arrived. Когда я приехал, I was going into the kitchen. Или I went into the kitchen. Я собирался в кухню или шел в кухню или пошел в кухню. Смотрите, часто мы употребляем past simple, когда описываем действия, которые происходили друг за дружкой. Когда я пришел, я пошел на кухню. Здесь нет продолжительного действия. То есть я arrived, я приехал, и я тут же пошел на кухню. I went into the kitchen. Четвертое предложение. We were finding или we found an outbox while we were digging in the garden. То есть digging, что такое digging? Digger. Есть такая компьютерная игра. Digging – это копать. Когда мы копали в саду, мы нашли старую коробку. We – мы копали, копали, копали. И бац, мы нашли старую коробку. То есть такая история. Шел, 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 пирожок нашел. We found – нашли short action. Законченное короткое действие. Мы нашли коробку. В то время как у нас есть подсказка здесь, слово while. Потому что после while вы всегда будете использовать, точнее не всегда, а часто будете использовать past continuous. While we were digging in the garden. Number five. I was seeing или I saw an old friend while I was waiting for the train. То есть в то время как, опять же, while. После while у нас past continuous. While I was waiting for the train. Что случилось? I saw an old friend. Я увидел. То есть не я встречался с другом, но увидел. Единственное короткое действие. I saw an old friend while I was waiting for the train. То есть когда конкретное действие прошедшим. I saw an old friend while I was waiting for the train. Шестое предложение. While I had или while I was having a bath, the phone ran. То есть здесь вам есть подсказка while. После while мы часто употребляем past continuous. В то время как я принимал ванну, я принимал ванну, принимал ванну, принимал ванну, процесс происходил, зазвонил телефон. Вот у меня, когда я записывал видео, у меня позвонил телефон. While I was recording my video, the phone ran. Зазвонил телефон. Короткое действие. Зазвонил и все. Его не слышно. Но я продолжаю записывать видео. К примеру, это было в общем. Второе упражнение. Complete each sentence with the past simple or past continuous. Здесь, опять же таки, мы разбираем разницу между past continuous и past simple. Смотрим. Chris eat ate eaten. Кстати, если вы не уверены в неправильных глаголах, то есть какой глагол неправильный, какой правильный, как узнать, берете табличку и учите на память. Это как табличка умножения. Нужно зазубрить. Все. Третьего не дано. Chris ate spaghetti every day last week. У нас есть индикатор времени. Это на прошлой неделе. Что он сделал на прошлой неделе? Или он съел спагетти и ел спагетти каждый день? Здесь ел спагетти каждый день. Мы делаем акцент на том, что действие закончено. Он сейчас не ест спагетти. Или тогда и нет конкретного момента. Смотрим. Last week. Last week. У вас индикатор past simple. Прошедшее время. Chris ate spaghetti every day last week. Мы говорим, что он ел спагетти каждый день на прошлой неделе. Но если вы хотите сказать, например, вчера в 7 часов он ел спагетти, тогда вы можете сказать Chris was eating spaghetti at 7 o'clock yesterday. У вас здесь будет конкретный момент. Или, например, когда я зашла в комнату, он ел спагетти. When I came into the room, Chris was eating spaghetti. А здесь мы говорим, что он питался спагетти каждый день. Молодец. Второе предложение. When. Обычно после when past simple. Но, как я вам уже сказал, может и past continuous, может и past simple. When не показатель. Показатель while. Потому что после while обычно используется past continuous. После when могут быть варианты. Когда я зашел в комнату, come, это заходи. Two boys play football. Ага. Я захожу в комнату, а два мальчика играют в футбол. Как думаете, какое действие продолжительное? Правильно. Два мальчика играли в футбол. То есть, короткое действие. Когда я зашел, я взял и зашел. Это мне продолжительное действие. Я не был пьян, что я очень долго заходил. Заходил, не мог зайти. Я зашел быстро. When I came. Сейчас переключу этот язык. Постоянно проблемы с языком. When I came into the room, two boys. Так как у меня множественное число. Мне нужно сказать were. И я добавляю к. Play ing. Were playing football. Дальше. 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 Цвет текста. Что, поменяем? Peter turned on the TV, but nothing happened. Ага. Здесь. Питер нажал на кнопку, включил телик, но ничего не произошло. Здесь нет продолжительного действия. Да? Здесь два короткие действия. Он нажал на кнопку, включил телик, и ничего не произошло. Peter turned. Turned. On the TV, but nothing happened. Это случаться. Nothing happened. Ничего не случилось. Дальше у нас есть прекрасное слово while. While означает в то время как. Помните, да? While. В то время как, когда у вас есть while, вы используете что? Правильно. Вы используете per past continuous. While we were running. Смотрим. We were. Множественное число, поэтому were. Run – это бегать. Когда вы добавляете ing, глагол, вы смотрите на конечную букву. У нас конечная буква – это согласное. Она одна. Когда у вас одна согласная, перед которой идет одна классная, вам нужно согласную удвоить. Running. While we were running in the park, Mary. Когда мы бежали по парку, у парку мы бегали, да? Mary. Что-то короткое действие случилось. Она упала. Fell over. Fall, fell, fallen. Прямо с нашего балкона. Падать. Fall, fell, fallen. Три формы. Дальше. Опять у нас слово while. Опять мы знаем, что будет после while. После while обычно употребляется past continuous. То есть, в то время, как я слушал музыку, я услышал звонок в дверь. While I was listening. Listening to music. Here, heard, heard. Три формы. I heard. I heard the dollbell. Шестое предложение. I, my pen. While. Опять у нас while. Опять мы знаем, что после while обычно ставится past continuous. Я поломал мою ручку, в то время, как я do my homework. Я делал мое домашнее задание. I break, broke, broken. I broke my pen. I broke my pen. Короткое действие. Законченное действие в прошедшем. I broke my pen. Я поломал ручку и все. Поломал. В то время, как I was doing my homework. I was doing, я делал продолжительное действие. Я делал, делал, делал домашку и поломал ручку. Шел, 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 пирожок нашел. Делал, делал, делал домашку и бух, поломал ручку. Бывает. Третье упражнение. Опять я вам дам возможность. Напомню, что не забудьте поставить лайк, если вам нравится. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на звоночек, чтобы не забыть, не пропустить новые видео. Если вам эти видео интересны. Надеюсь, вам интересны. Если не интересно, пишите в комментариях, что поменять. Итак, третье предложение. Делайте скриншот. Делайте это предложение. И потом продолжайте смотреть. И вы проверите себя, насколько вы правильно сделали или нет. Итак, здесь нужно выбрать из нескольких вариантов один правильный. Last week my friend Sandy and I. То есть my friend Sandy и я, нас двое. То есть мы, множественное число. Decided, решили. Decided to go to the beach on the bus. Ну, да, множественное число здесь роли не сыграло. Если были бы, например, Sandy и я были в Таиланде. Sandy and I, мы бы сказали не was, потому что I was. Я был, но мы, we, Sandy and I, это вы. Мы, we were. Здесь decided. Здесь не важно, множественное число или не множественное. While, в то время как мы знаем, что после while нужен past perfect. While past continuous. We, we, это множественное число, поэтому мы выбираем между were waiting, were waiting или was waiting. Так как у нас множественное число, мы оставляем вариант were waiting. While we were waiting for the bus. В то время как мы ожидали автобус. It suddenly to rain. Suddenly что? Start was starting started. Внезапно начался. Единичное действие, быстрое действие. Тут же начался дождь. Не начинался дождь, а в то время как мы ждали и ждали автобус, начался дождь. It suddenly started to rain. Что мы сделали? А, нет, не что мы сделали. Смотрим. We, some clothes was wearing, were were wearing. Так как нас двое, это будет were. И не were, а were wearing. Мы носили. Они, в английском языке, англичане, они употребляют носить одежду в продолжительном времени. Например, я сейчас ношу белую футболку. Сейчас. I'm wearing a white t-shirt right now. Вчера я носил синюю футболку. Yesterday I wore, ну, например, весь день. All day yesterday I was wearing a blue t-shirt. Продолжительное действие. Когда вы носите одежду, это продолжительное какое-то действие. Вы употребляете времена группы continuous. Итак, we were wearing some clothes and we, что? We weren't having, had or didn't have. У нас глагол какой? Это have, иметь. Если у вас глагол иметь, на что вы обращаете внимание? Если вы не говорите о какой-то деятельности, например, I'm having a swim, я плаваю, то тогда вы говорите о том, что у вас есть, чем вы владеете. То есть, we were an umbrella. У нас не было, наверное, umbrella, не было зонтика. We and we didn't have, мы не имели. We didn't have, we didn't have. We had, мы имели. We weren't having. Это процесс, когда происходил, например. We weren't having a swim yesterday at 7 o'clock. Здесь. We didn't have an umbrella. В то время как мы stood, we were standing or standing there in the rain. В то время как, помните, что после while мы обычно употребляем past continuous, поэтому while we were standing, почему were standing? Потому что продолжительное действие, еще и while нам подсказывает, что будет were standing. While we were standing there in the rain, Sandy's mother, что сделала? Что делала Sandy's mother? Past. Past это мимо. Drived, driving, drove. Здесь единственный вариант, который подходит, это drove. Sandy's mother drove past. В то время как мы ожидали, проехала мама Синди. Sandy. Законченное действие. So we, что мы сделали? So we, когда она проехала, мы помахали. We waved to her. We waved. То есть мы ждали, ждали. Мама проехала, мы помахали. We waved to her. Luckily, she, на счастье, она, к счастью, она, she увидела нас. Noticed. Notice это увидеть, замечать. Она заметила нас. And что сделала? Take, took, taken. Took. Забрала нас домой. Здесь это яркий пример того, что употребляется Past Simple всегда, когда мы говорим о действиях, которые происходили друг за дружкой. То есть сначала у нас продолжительное действие. While we were standing there in the rain. И дальше друг за дружкой. Седьмое, восьмое, девятое, десятое. Мы видим, что Sandy's mother drove past. Проезжала мимо. Мы ей помахали. We waved to her. She saw us. She noticed us. Она нас увидела. And took us home. И забрала нас домой. Все. На сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. До свидания. Пока-пока.